Приветствую, друзья! Ну что ж, этот день наконец-то настал. Тот самый день, которого так с нетерпением ждали просто, знаете, практически все поголовно украинские националисты и, конечно, политики западных стран. Наконец-то наступил тот самый дефолт, потому что по утверждениям западных аналитиков, политиков и всех остальных, и, конечно же, украинских националистов, вот этот дефолт, он просто в клочья разорвет российскую экономику. Пусть, знаете, там вообще и будет крокодил плохо ловиться, и кокос будет в России плохо расти, если вот дефолт тот самый случится, который сегодня наконец случился. Западные СМИ бодро рапортуют о том, что наконец-то дефолт произошел. Такого не было с 1918 года, и вот опять. Опять Российская Федерация не хочет просто жить по западным правилам. И, конечно, сейчас, если просто проанализировать, то какие же вот такие, знаете, ужасающие изменения произошли в России. И я с многими россиянами по этому поводу общался, говорил, и в конечном итоге мы сошлись к выводу, что все-таки вообще ничего не происходит, от слова совсем. Выходит, каких-то ощутимых последствий этого дефолта обычные россияне не чувствуют. Так как известно, западные санкции вводят именно для того, чтобы ударить по самым незащищенным слоям российского населения. И вот, по сути, этот удар пришелся, знаете, в никуда. И в конечном итоге российское население вообще никак на себе не ощущает так называемого западного дефолта. Причем тут еще, оказывается, нужно разбираться с терминологией. Потому что по факту дефолта, про который разговаривают западные страны, и которые не торжественно объявили, его-то нет. Потому что Российская Федерация, она продолжает выплачивать все свои обязательства, только рублями. По этому поводу Путин подписал указ, и, конечно, это не устраивает западные страны, потому что они в финансовом мире делали свои всегда правила. А тут, получается, Россия уже начинает диктовать свои правила и выплачивает рублями все свои обязательства. Ведь, как известно, Россия полностью заблокировали использование долларов, евро и прочих резервных валют, так называемых, для погашения своих обязательств. У Российской Федерации просто гигантское количество, знаете, сотни миллиардов долларов на счетах. И по факту, этими всеми условно-виртуальными деньгами просто западные страны запретили пользоваться. Поэтому здесь ситуация, собственно, диаметрально противоположна. Это не Россия объявила дефолт, это западные страны объявили дефолт перед Российской Федерацией. Потому что, как известно, использование валюты, то есть долларов и евро, это определенные обязательства Соединенных Штатов Америки и Евросоюза. И эти обязательства Соединенные Штаты Америки и Евросоюз на данном этапе, в этом конкретном случае, не исполняют. То есть, произошел прецедент, когда Россия обращается к Соединенным Штатам Америки и к Евросоюзу и говорит, обменяйте ваши фантики на реальный, условно, товар. А эти страны, которые, собственно, олицетворяют резервные валюты, они отказываются от своих обязательств, мотивируя это различными политическими мотивами и причинами. И, конечно же, называя все это санкциями. Таким образом, западные страны идут по принципу, война это мир, свобода это рабство, ну и так далее. Все по Оруэлу и, конечно, собственно, именно в этом ракурсе они планируют дальше развиваться. И это очень, на самом деле, прекрасно, потому что это, как-никак, все равно максимально будет приближать, собственно, крах всей этой системы. Ну а тем временем на Донбассе продолжаются боевые действия. Российская армия сейчас очень медленно начинает закрывать полностью крышку котла вокруг города Лисичанск. Тактика российской армии здесь не меняется и, как в Северодонецке, сейчас делают все возможное для того, чтобы ВСУ подкинуло в Лисичанске еще различных подкреплений. Потому что, конечно, уже город находится в тактическом окружении и что входящие войска, что выходящие из Лисичанск, они подвергаются очень серьезному обстрелу и несут очень большие потери. В самом городе Лисичанск достаточно тихо, если просто проанализировать это видео, то мы видим, что полицейскими машинами перевернутыми перегородили нормальный проезд по дорогам. И, конечно, мы видим, что ряд там подразделений вооруженных сил Украины еще там находятся для того, чтобы каким-то образом, я так понимаю, держать оборону. И самое интересное, каким образом местные жители реагируют в городе, например, Северодонецке, окрестностях на то, что сейчас уже зашла российская армия на ту территорию. Давайте послушаем. От одного прилета сразу несколько сгорело, и вот местные жители не пострадали. Здравствуйте, не пострадали? Здравствуйте. Да мы страдаем уже 8 год. Дело в том, что тут... Пока они не пострадали. Да. Мы лично не пострадали. С учетом того, что такая правда очень сильно режет глаза, конечно, на каждое мое видео сыпятся просто десятки тысяч различных жалоб. Поэтому, друзья, не забывайте подписываться на мой телеграм-канал. Ссылка на него в описании и первым комментарием под видео. Там я выкладываю гораздо больше материала, чем на ютубе. Ну, а в Украине тем временем просто разразился вал виртуальных побед. Потому что, оказывается, если просто проанализировать различные украинские ютуб-каналы и СМИ, то вроде как, знаете, город Херсон уже полностью под контролем вооруженных сил Украины. Хотя ничего общего с реальностью это вообще не имеет. Как стояла российская армия на тех рубежах, на которых стояла, так и продолжает стоять. Но, тем не менее, мы видим, что виртуальные победы призваны создать панику в городе и чтобы люди массово начали выезжать. Причем уже можно сделать вывод, что это все равно целенаправленная такая акция, в которой задействованы многие так называемые украинские военные, которые наряжаются в камуфляж и делают такие, знаете, грозные заявления, что они якобы где-то уже в Херсоне или под Херсоном и так далее. И, конечно, делается это все на фоне какой-то листвы или там мамкиного курятника и так далее. Тем не менее, бои идут серьезные, потому что, конечно, планируют все эти операции из-за границы. И, конечно, они предоставляют украинской армии все необходимое для того, чтобы приносить максимальный урон российской армии. И в подтверждение можно просто проанализировать, каким образом был поржен склад боеприпасов за 50 километров от линии фронта в районе Луганской области. По этому поводу прямо в НАТО заявляют, что успехи вооруженных сил Украины, хотя бы и тактические, и какие-то временные, но тем не менее, это заслуга западных стран и конкретно блока НАТО. И как бы ни пытались данный конфликт закамуфлировать под чисто Украино-Российское противостояние, по факту мы видим, что за всем этим торчат просто, знаете, гигантские здоровенные уши западных стран и их военных блоков. Тем не менее, в украинском патриотическом сегменте интернета начинается возмущение, почему НАТО не так активно помогает. И это все-таки вынудило НАТОвских чиновников оправдываться и рассказывать, как же происходит взаимодействие между НАТО и западными странами. У нас в НАТО есть согласие и распределение ролей. Альянс, как таковое, оказывает Украине нелетальную помощь, а государство-члены летальное оружие. Вот так вот, как и в любой бандитской группировке, есть четкое распределение ролей. И на это вот как раз делает ссылку чиновник НАТО. У каждого члена преступной группировки есть своя четко отведенная роль и обозначенная. И вот, если просто проанализировать дальше СМИ, Соединенные Штаты Америки уже планируют покупку комплекса ПВО для Украины. Ну а тем временем в СМИ Франции начинает просачиваться информация о реальных потерях заграничных наемников в Украине. И оказывается, что это уже десятки французов. И это, что касается только французской компоненты, как мы знаем, очень много еще поляков, там, американцев, британцев воюют в Украине. И их потери уже, по сути, исчисляются сотнями. Если просто заявлению верить француза, который указал, что французов уже десятки погибло. Также, если дальше анализировать новости, оказывается, Украина закупила испанские гранатометы. Но если вот так просто проанализировать реальное положение дела, заявление Зеленского и украинского Минфина и так далее, то Украина просто каждый месяц имеет 5-8 миллиардов долларов дыру в бюджете. И максимум, что может купить Украина, так это, знаете, за деньги кредита какого-нибудь заграничного. И здесь, я думаю, что просто украинским СМИ нужно научиться правильно писать и доносить информацию до граждан Украины. О том, что Украина взяла кредит и купила на эти деньги якобы какое-то вооружение. Также при этом, конечно, желательно добавлять еще, насколько увеличилась сумма госдолга Украины и публиковать сумму этого госдолга. Но с учетом того, что эта информация сейчас государственная тайна Зеленского, то данную цифру просто мы нигде не увидим и не услышим. Такие сумасшедшие долги вешаются на государство Украины, конечно, сознательно, чтобы и 10 следующих поколений украинцев не могли их физически выплатить. И Зеленский об этом прекрасно знает. А для того, чтобы максимально закамуфлировать и ввести в заблуждение украинский народ, чтобы украинский народ ни в коем случае не думал за вот эти сумасшедшие долги, которые Зеленский сейчас берет на Украину, то здесь нужны, конечно же, эмоции. И госпожа, собственно, Денисова регулярно все это предоставляет, рассказывая про всевозможных там изнасилованных детей. И, конечно же, после всего этого даже признается в том, что она все это делала для того, чтобы получить медийное преимущество на информационном поле боя. И вы представляете, сколько вот таких вот условно Денисовых сейчас врут во все утюги, что вот какие зверства все-таки происходят в Украине, какие дивные истории выдумывают чисто просто из пальца высосанные, которые, конечно, не имеют под собой никакого реального основания, но, тем не менее, они регулярно сейчас просто вбрасываются в невероятных количествах в СМИ. Но если перейти все-таки на позитивные новости для украинского народа, то здесь можно отметить заявление Ахметова, который является, конечно, ключевым украинским олигархом, самым богатым и так далее. И, конечно, у него в собственность просто гигантское количество различных предприятий, земли и всего остального. И сейчас и Херсонская, и Запорожская области, все эти предприятия просто уплывают из его руки. Он уже делает ряд заявлений, что подал в ЕСПЧ иск, требует с России все-таки компенсации в просто миллиарды долларов. Если бы пан Ахметов внимательно наблюдал за процессами в России последние хотя бы два года, то он бы, конечно же, знал, что в России сейчас уже провели референдум, и там национальное законодательство в приоритете над международным. И решение ЕСПЧ выполнять вообще не обязательно. Это, как говорится, на усмотрение местных судов. И можно здесь, разве что, если вот брать получение Ахметовым каких-то денег с России, то здесь, я думаю, что Ахметову нужно собраться в длительное пешеэротическое путешествие, потому что точно там ему ничего не светит. Но все-таки за Ахметова переживать не стоит. Несмотря на его путешествие, у него будет все хорошо, потому что денег у него просто немерено. А вот у обычных граждан Украины там действительно проблема. Потому что вот, например, город Демидов, который затопили для того, чтобы остановить, знаете, российские войска, то вот с этим затоплением ничего до сих пор не делают. Там как был город подтоплен, так он и, собственно, остается подтопленным. И даже местные жители вышли на митинг, перекрыли трассу на Киев для того, чтобы обратить внимание на то, что там происходит. Мы понимаем, что сейчас военное положение не очень правильно митинговать, но нас никто не слышит. Мы обращались к местным властям. К нам приезжал еще Кулеба, глава Киевской обл. администрации. Все много обещают, но на этом все заканчивается. И тут жителям Демидова, конечно, нужно просто напомнить, что декоммунизация в Украине прошла достаточно давно. И проблему людей уже в принципе никто решать не будет. Никакие социалисты, коммунисты не будут заниматься вашими проблемами. Если у вас подтоплен город, нужно ремонтировать дамбу, то рассчитывать на Зеленского или на Рахамию, или еще на какого-то чиновника, на Кличка, или еще на кого-то, то, конечно, бессмысленно. Потому что те люди, которые могли решать проблему людей, их уже давно нет в Украине. И даже идеология запрещена. Главный девиз капитализма – человек человеку волк. И в Украине это просто максимально проявляется, с учетом того, что партии даже запрещены социалистически. И здесь, я думаю, что этим гражданам из города Демидов нужно просто принять, наконец-то, действительность и понять, что либо они сами решают эту проблематику и ремонтируют дамбу, либо они просто должны переехать с той территории. Друзья, на этом у меня все. Не забывайте подписываться на мой телеграм-канал. Ссылка на него в описании и первым комментарием под видео. Также не забывайте подписываться на Яндекс.Дзен, потому что эта платформа новая, но очень перспективная. До скорого!